Девочка-пай Здравствуйте, дорогие друзья! Снова с вами передача «Давай поговорим» и в студии Миша и Лиля. Здравствуйте! И тема нашей передачи – это наши впечатления об Америке. Лиля, спасибо огромное, что ты пришла сегодня к нам в студию. Итак, первый вопрос. Какие твои первые впечатления, когда ты приехала сюда? Ну, впечатлений было очень много, потому что это была большая разница. Я поменяла место жительства и совершенно другая страна. И, конечно, Америка меня удивила как своей роскошью, и в то же время настолько она простая, какую я ее не представляла. Во-первых, когда мы приехали, мы же поменяли день на ночь, и когда мы должны спать, и тут день как раз. Ну, в общем, это состояние, и ты видишь такое, ну, все очень любопытно, интересно, разглядываешь этих людей. Ну, в общем, было все любопытно, интересно. Значит, что приятно удивило, что в тот день мы получили хорошую помощь, конечно же, на питание, там все, вот первая помощь. Какие-то деньги нам подарили, мы поехали в эти магазины. Конечно, я думаю, что сейчас в нашей стране может быть уже не хуже, но в то время для меня была большая разница. Все так в таком изобилии, все так красиво. Ну, впечатление первое было, в общем-то, хорошее. У меня такой интересный вопрос к тебе. Как ты представлял Америку, и что ты увидел? Разница была или нет? Ну, на самом деле, я достаточно был подготовлен. Каким образом? То есть, я видел много фотографий, поскольку близкие наши уже жили здесь. Я видел видео. То есть, как бы представление было некоторое об Америке. Вот. Но некоторые вещи, которые вот когда ты видишь в реале, они, конечно, тебя удивляют. Все выглядит немножко по-другому, не так, как ты представляешь. Может быть, ты представляешь только какой-то эпизод или какое-то одно место, а Америка, она достаточно большая страна и много интересного. Что я хочу сказать о себе, то у меня получилось немножко по-другому. Сколько бы я не видела видео, сколько бы я не видела фотографий, представления у меня сложились свои в голове. А когда я увидела реальность, то она оказалась другой. Вообще, фотографии и видео, они все равно не могут показать ту реальность. Ну, смотри, живя здесь уже некоторое время, за этот период времени, есть ли что тебя как бы разочаровало в этой стране? Что разочаровало? Есть, конечно, есть. Например, в Америке очень дорогое жилье. И это разочаровывает. Мы жили в своем доме, и мы не знали никаких проблем. Хоть даже бедные люди, они имеют дома, и они живут спокойно, да? На самом деле, есть где им спать. И если даже немного денег, то они имеют свои дома и за это не переживают. Здесь же система немножко другая. Здесь всегда нужно трудиться и работать для того, чтобы оплатить жилье, да? Такому бедному неимущему человеку они всегда выходят навстречу. И у них много есть для этого таких программ, где они могут поддержать. То есть это не то, как представляют некоторые, кто не был в Америке, что Америка – это та страна, где ты приедешь, и не нужно работать, просто деньги сами сыпятся. Доллары. Доллары, да, и все просто-напросто. Не работай, живи, ходи, отдыхай. Кормят, поют. Весь народ такой, он больше к тебе как друг, да? Нежели как враг. Да. К сожалению, в некоторых странах еще до сих пор культура, наверное, хромает. И когда ты приезжаешь туда, ты чувствуешь такое ощущение, когда ты особенно поживешь в стране Америки, приезжаешь, такое ощущение, как будто бы кому-то что-то даже плохое сделал или сказал, да? Да, да. Особенно если человек выше тебя рангом. Все, ты перед ним уже как будто бы какой-то всегда должник, хотя может быть никакого отношения к нему вообще. Хотя уже в городах, ты знаешь, многое поменялось, вот и в лучшую сторону я тоже за это очень рад. Люди меняются везде, люди меняются везде, но просто наше прошлое такое, мы его помним на самом деле. Если человек имеет какое-то положение в обществе, он уже хочет, чтобы перед ним трепетали. Но там так было. Простых людей, имеющих высокую какую-то должность, было очень мало, хотя были. Может быть, именно жизнь вот так заставила вот так вот именно двигаться в таком направлении, только вот так вот относиться, потому что по-другому нельзя было навести какой-то порядок? Ну, видишь, американцы навели порядок, другим путем пошли и получилось у них. Было ли чувство разочарования, когда ты приехала? Разочарования точно не было, но вот это чувство, мы же все-таки привыкшие, и ностальгия по родине это было. Это было и во сне снилось. Ну, как-то твой родной дом, когда ты на одном месте прожил много лет, и ты вспоминаешь свои улицы, и все это, ты скучаешь. Просто вот эта привычка, и часто хочется увидеть. Даже до сих пор посещают эти мысли, хочется очень увидеть. Я ни разу не была на своей родине, и хотя я уже отвыкла, но все равно вспоминаю, и хочу попасть, увидеть. Оно родное. Наверное, более ностальгия еще о друзьях, которые остались там. О друзьях, даже просто о местности. Даже как-то иногда очень обидно, что это очень далеко. Было бы рядом, я бы с удовольствием посещала бы чаще. Вот я замечаю даже народ, который живет здесь уже некоторое время, и вот очень с удовольствием, когда собираются какие-то компании, очень с удовольствием вспоминают. Обычно собралась компания, живущих здесь уже, и начинают вспоминать. Вот там, помнишь, как мы общались, помнишь, как мы ездили куда-то, помнишь, когда еще были деньги деревянные. Как это все было, хотя жизнь была очень сложная, но очень много хорошего, что можно вспомнить. Вспоминаешь все хорошее, очень много хорошего. Как же, это наше детство, наша вообще жизнь, молодость и все. Много чего хорошего. Особенно, наверное, первые годы, когда приезжаешь сюда, очень скучаешь. Во-первых, большие изменения. Опять же, тот же самый дом. Мы там жили, мы имели свой двор, какие-то цветники, что-то такое, а тут приехали раз, и этого всего сразу у тебя нет. Даже нет той самой калитки, тех ворот, чтобы на ночь закрыть все. Только дверь твоя, все, ты на ключик повернул. Ну, в городах-то люди и там так живут, а мы имели свои дома. И вот даже ты просто какая-то тоска по этому всему брала. Хотелось какую-то свою территорию, свой участок. Ну, со временем, конечно, мы привыкли, и видим, что это даже облегчило нашу жизнь. Так как мы русскоязычные люди, и поначалу сложно было нам понимать друг друга с народом, который проживает здесь. Были ли у тебя случаи какие-то, где тебя, может быть, не поняли, какие-то смешные моменты, связанные с языком? Мои близкие родственницы, они пошли убирать дома у американцев. Ну, им объяснили примерно, когда вы будете говорить с американцами, вы говорите, yes, yes, все, понимаем. Как будто бы, хоть даже вы не понимаете, потому что им это не нравится, что вы совсем ничего не понимаете. Ну, и пошли они убирать эти дома, приехали в двухэтажный дом. Ну, и американец им говорит, сегодня не надо убирать верхний этаж. Они, окей, окей, взяли пылесос, швабры и наверх. Есть один случай такой интересный, когда женщина приехала сюда. Она работала в милиции, следователем. Ну, и ей нашли работу по уходу за ребенком. Ну, родители решили сначала с ней поговорить, насколько у нее там английский был, решили с ней поговорить. Ну, в общем, общаясь с ней, говорят, ты в полиции была, ну, как бы полиция, милиция, но она так английский плохой, говорит, yes, yes, yes. Вот как ты рассказала историю, yes. Ну, на работу не взяли. Ну, как бы она говорит, вроде все хорошо, замечательно, говорит, я не знаю, что так, это самое. Ну, потом переводчики перевели, говорят, ну, она работала в союзе в милиции. Имея то, что ты имеешь здесь, вернулась бы ты в ту страну? Что мне здесь не хватает, это людей, говорящих на моем родном языке, с этим менталитетом, который у нас. Пусть не совсем он такой, какой там был, вот какую-то бы середину, но не хватает вот этого русского общения. Я не думаю, что этот народ здесь скучный. Именно, что скучный. Может, они по-своему как-то могут развлекаться, веселиться, но как-то все по-другому, не по-нашему вообще. Мы их не понимаем. Мы их не понимаем. Их веселья мы не понимаем, да? Даже юмор американский, ну, я люблю русский юмор, он действительно какой-то смешной. Вот мы его понимаем. У американцев юмор вообще другой. Скучаешь за тем, чтобы выйти просто по улице, идти пешком, с кем-то поздороваться, постоять, поговорить. Но этого всего нет. Какой бы ты дала совет тем, кто собирается ехать сейчас в Соединенные Штаты? Кому что подходит в этой жизни. Мы можем смотреть на одну и ту же вещь. И кому-то она понравится, кому-то нет. В итоге я хочу сказать, что по-любому я остаюсь приверженцем русских традиций многих. Я люблю свою родину, я скучаю по ней. И у меня очень много хороших воспоминаний осталось. Где бы ни пришлось жить, надо устраивать ее так, чтобы было комфортно, хорошо тебе и окружающим. В заключение я хочу сказать, где бы мы ни проживали, мы везде должны становиться лучше и добрее. И наша передача не для того, чтобы показать, где жизнь лучше, наша передача для того, чтобы мы увидели, что может быть в нас не так и становились еще и еще лучше. С вами была передача «Давай поговорим» и в студии Миша и Лиля. Спасибо!